Всем привет! Сегодня начинаем нашу прогулку с усадьбы Богословка Это вот карта усадьбы Здесь находятся реконструированные объекты деревянного зодчества, которые были утрачены в разные времена Часовня Спаса Нерукотворного Конец 19-го, начало 20-го веков, деревня Кириллова, Каргопольского уезда Архангельской губернии Это у нас колокольня Нижнеувтюгского погоста Вологодской губернии, 17-й век Трапезная Ну и центральное место всей усадьбы занимает Покровский собор, село Анхимово, Оланецкой губернии Был построен в 1708 году и утрачен в 1963 году Вот теперь воссоздан здесь, на территории усадьбы Богословка За усадьбой находится Невский лесопарк Буквально в одной остановке от Богословки находится деревня Новосаратовка Не знаю, может быть никто-нибудь объяснит, в чем прелесть жить в месте, где все улицы это вот такие вот странные заборы Что слева, что справа Небольшой спуск на пляжик Неожиданно И тут прям вот уже и мост Вот и то, что осталось от старого Волдарского моста Он был построен, по-моему, в 1936 году И к 80-х годам утратил свою актуальность Так что арки моста были сняты и при помощи понтонов перенесены Прямо вот сюда на берег, так оно здесь и стоит Собственно, это и есть опоры, по которым мост затаскивали на берег С некоторых пор мост является частной собственностью Местный житель его купил за 100 тысяч рублей Так что теперь, мне кажется, не получится добраться, посмотреть поближе Ну, бывает Екатерина II разрешила иностранцам селиться в Российской империи И, в общем-то, с тех пор особенно немцы начали активно перебираться В основном они ехали в Саратов, по Волжье Ну и перед этим останавливались в Петербурге Часть немцев так и осталась здесь И отсюда, собственно, и идет название деревни Новосаратовка С этих пор мы можем до сих пор здесь встретить дома немецкие Примерно второй половины XIX века И вот перед нами дом Ульриха Один из таких самых интересных и сохранившихся Сказать, что старых немецких домов здесь довольно-таки много сохранилось Уже, может быть, штук даже 10 я насчитал Ну и немецкая община, конечно же, не могла обойдись без церкви Сначала в Новосаратовке была построена деревянная церковь И затем уже в 1835 году была построена вот эта вот церковь Святой Екатерины В стиле классицизма Какая тут эпичная детская площадка Встречаются здесь и вот такие чудеса архитектуры Прикольно Ну и по ту сторону Невы уже находится Невский район, Санкт-Петербург Станция метро Рыбацкая Ну и теперь от Новосаратовки я начал плавно двигаться по Октябрьской набережной на север Здание пожарной части Пригресс, Красный Октябрь Построено в стиле конструктивизма Дом надстроили таким вот образом где-то в нулевых годах Но получилось интересно А это перед нами водонапорная, она же пристрельная башня Буховского завода Построена в 1799 году Башня называется Пристрельная, поскольку первоначально она служила для настройки прицелов орудий Располагавшийся на противоположном берегу Здесь, вы представляете, даже сохранился газовый фонарь Не чудо ли это? Кто они, эти боги проектирования? Бам! Тут у нас в парке Сосновка находится усадьба Чернова Построенная в 1893 году в нерусском стиле Ну, все чрезвычайно зазаборено, так что, видимо, посмотреть не получится А вот, собственно, и Володарский мост Как видите, он теперь без арок Но вот опоры, они остались частично от старого моста Их немножко расширили, подняли, но они все еще здесь Перед мостом построены такие интересные многоэтажки На ножках И с той стороны стоит такая же многоэтажка-близнец Я с Октябрьской набережной свернул на улицу Тельмана Вот тут сразу у нас кусок кирпича с клеймом На улице Тельмана сохранился один из больничных корпусов при заводе Торнтона Построенная в 1910 году в стиле модерн Амбулатория 1924 года О, тут тоже сохранилась лепнина Ой, тут еще и внизу что-то есть Аптека Красный Кто-то там Очень красивый мемориал Здесь захоронены воины Мирные жители, героически защищавшие Ленинград 1941-1943 А это у нас, в принципе, довольно-таки удачный вариант современной церкви Это Петра Святого Первого Верховного Апостола Церковь, построенная в 2010 году Ну, в таком неорусском стиле Вот это, конечно, колокольня Ну, а на этом все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok